Дорогие друзья, я рад вновь вас приветствовать на Северной Кухне этой золотой осенью. Деньки стали прохладнее, ну а чтобы вам стало потеплее, мы вместе с нашей гостью из Каргополя Марусей Клочевой, автором семейного проекта «Марусин дом». Приготовим и расскажем о новом блюде Северной Кухни. Маруся, здравствуйте. Здравствуйте. Маруся, ну расскажите, что мы будем сегодня готовить, что это за блюдо, немножко о рецепте его будет очень интересно узнать. Сегодня мы с вами будем готовить наше авторское блюдо, оно родилось в рамках нашего этнографического проекта, называется «Саламатный разгонный печатный пряник с красными рыжками». Какое большое интересное название, а слова, главное, там вообще, ну один пряник только известен для меня точно. Да, давайте начнем. Что такое печатный пряник? Значит, пряники бывают разные. Бывают пряники лепные. Например, помните, Ирина Калядина вам про тетерки рассказывала? Вот это лепные пряники. А еще есть пряники силуэтные. Например, это козули. А для печатных пряников нужны печатные формы. Я вам специально привезла. Вот у нас какая-то печатная форма. Ой, какие интересные формы. Слушайте, да. А тут и кораблик, и медведь. Это медвежий угол, воронец поле и корабельная пристань. Это не просто так рисунки. И мы будем делать, а вот на таком прянике делают разгоню. Вот это вот сама форма называется разгон. Как вы думаете, почему называется разгон? Ну, я предполагаю, по тому, что я уже знаю, были такие погонялки. Да, кончики, посекунчики наши, тоненькие пирожки. То есть, я думаю, этим разгоняют тоже гостей из дома, когда праздник заканчивается. То есть разгонные пряники пекли на большие крупные застолья, например, на свадьбу. И когда уже гости засиделись, приходила невеста, разрезала большой пряник на кусочки, подавала к гостю и говорила, благодарствую, что вы с нами разделили этот чудесный день. Ну, наверное, гость немножко опечаливался, да, когда приходилось уходить домой с праздника, с большого, да? Ну, Маруся, нам ли быть в печали? Давайте начать готовить. Итак, с чего нам начать наш пряник? Так, начинать нам надо с того, что нам надо подготовить масло. Нам надо масло разогреть на водяной бане. Так, ну а пока топится наше масло, я еще раз хочу напомнить нашему телезрителю о викторине, которая у нас продолжается. Тот, кто даст первый правильный ответ на вопрос, получит приятный приз от нашей гости. Так, пока у нас топится масло, мы времени не теряем и готовим саламат. То есть нам понадобится, так, секунду, топленое масло и ложится. И теперь мы потихонечку туда будем подмешивать толокно. Толокно мы выбрали для пряника, для разгонного. Не просто так, потому что у каргопольцев прозвище раньше было толоконники. Мы с толокном-то ели, почитай все. Все, ягоды с толокном, кефир с толокном, простоквашу с толокном. Только что в суп, пожалуй, не клали. Следующим этапом мы в растопленное масло добавляем сахар. 100 грамм. Так, ну начало нашего пряника уже положено. Маруся, знаю, что в вашей семье собирают фриклор и чтут традиции. Расскажите нам... Есть такое. Да, ну расскажите нам, с чего это началось? Как это вообще произошло? Началось с бабушек. Моя бабушка Марья Васильевна, она пела в деревенском коллективе. Песня у них была «Зорюшка», по-моему, назывался коллектив. И мама с трех лет у меня на сцене, она занимается, собирает частушки, побасинки, всякие разные колыбельные песни, мороженые песни, частушки с картинками. Заводная у меня мама. Вот, и она еще собирает у нас коллекцию домашнего текстиля, одежды. То есть к нам приезжают в Каргополь Марусин дом, чтобы послушать северный фольклор и нарисовка стиля. Ну вот с этого, наверное, началась ваша авторская идея такая семейная, создать свой Марусин дом в Каргополе. Ну да. Он же уже знаменит на всю образ. Да что вы, даже на весь мир, наверное. У нас уже были и финны, и японцы, только у нас не было. Так, и что там в Марусин доме? У вас там проходят и мастер-классы, можно и попеть, и поесть, да? Да, у нас это семейный проект. И я стараюсь организовать так, чтобы у каждого члена семьи была возможность себя реализовать. То есть вот я маме помогаю там с концертами. Сейчас мы придумали, сейчас мы будем, наверное, в Инстаграм, например, заводить прямые эфиры с народными песнями нашими. Мы придумали, что мы будем собираться с бабоньками и петь песни застольные. У нас есть детский фольклорный коллектив «Кулемушки», дети от трех до шести. Такие милахи, когда они частушки северные поют. Забавные. Ну вот, например, в этнографическом обеде у нас есть мороженые песни, частушки с картинками. Частушки с картинками, они бывают такие очень острые, чаще всего на какую-то анаэротичную тему. Ну и матерные, наверное, тоже, да? И матерные тоже бывают. И этнографический обед – это продукт 18+. Ну, давайте, может, вспомним что-нибудь, да? Одну, не матерные. Какую-нибудь такую. Сейчас, сейчас. Поспокойнее. А у миленка моего другая появилась и, а я его не ревновала, просто удивилась и. А еще мы поем мороженые песни. А они такие… А мороженые песни – это почему мороженые? Ну, такая история же была, помните, у Писахова, когда вот на морозе бабы пели, ноты замерзали, они их складывали в сундуки, по весне открывали в сундуки, и они песни начинали… Да, лица. Я вам сейчас могу одну такую куплет спеть, у нее там 40 денежек куплетов. Ну, давайте, давайте, мы вместе со зрителями вас послушаем. Тоненько, высоко. Считала, что чем баба звонишь и поет, тем она сексуальнее. Сейчас я буду стараться очень. С по веселому Дунаю, с по веселому Дунаю, по Дунаю, по Дунаю, да, с кем гуляю, замечаю, с кем гуляю, замечаю, ой, замечаю, ой, замечаю. Высоко. Можем потанцевать даже. Мед добавляем теперь? Теперь мед добавляем. Мед, он нам нужен для того, чтобы погасить потом соду. Сода гасится медом. Это же, ну, как непривычное, другое дело вообще, я скажу даже. Ну, обычно, когда пекут пироги, сода уже гасит уксусом. А пряник, он такой, у него очень тонкий вкус, и если мы добавим туда уксус, и сода, он будет очень сильно чувствоваться. Поэтому нам надо добавить мед, да, это будет добавить вязкости к тесту, так, все. А хорошо наша музыкальная пауза, да, перешла к меду, так вкусно, сладко. Так, сейчас, вот теперь мы, собственно говоря, соду добавим. Зрители уже заметили, что наша программа немножко отошла от традиционных нарядов, и наши гости сегодня вот в таком каргопольском платье. Вот, расскажите, вот в Марусином доме как раз и занимаются мастер-классами, но в таких нарядах, и... И фотосессии делают таких. И еще и фотосессии, наверное, и шьют такие наряды. Но мы пока еще до этого не дошли. Не дошли. Да, то есть мы делаем, в основном к нам приходят, приезжают за фотосессиями. То есть у нас есть костюмы двух районов. Каргопольского, и, например, мой фирменный сарафан. У нас каргопольские сарафаны отличались лягухой. Сзади вот такая штучка есть. Называется она лягушка. Лягуха. А конышские, мама-то у меня с конышей родом, конышские сарафаны, они как платья. То есть у них такая сгрудка, они более основательные. Вот. И у нас еще есть там головные уборы интересные, там барушки, коллекция печатных платков старинных. Есть и Рубачевские, и Барановские, и Гюнберга. Ну, более 40 платков, наверное, у мамы. Даже больше, наверное. Тут это мамина коллекция, честно говоря, даже не знаю, сколько. Теперь мы туда вводим яйца. Вы будете готовить красные рыжики для саламаты, а я буду подмешивать муку. Хорошо подсыпать? Хорошо. Меленько, аккуратненько. Нарезать? Да, прям меленько-меленько. И много приезжает гостей к вам в Мерусиндом? Ну, не шибко много. Нельзя сказать, что у нас прям такие парады из туристов. Нельзя сказать такого. Да. У нас продукт такой, знаете, душевный. Это ведь у нас не на поток поставлено все. Что там, этнографический обед, например. Это же очень такой сложный продукт, сложно сочиненный. Это интерактивная программа. Это в среднем она длится от полутора до двух часов. В зависимости, Александр, от любопытства гостей. Как уж там у них пойдет. Ну, гости-то любопытные, наверное, пойдут. Всякие разные бывают. И два, и три, и четыре часа, наверное, сидят у вас, да? Бывает и шесть. Бывает и шесть. Маруся, а чтобы еще глубже погрузить нашего зрителя в атмосферу Каргополя и Марусяна дома, мы их туда перенесем на время? Давайте. Смотрим. Марусин дом – это один из знаковых туристических объектов Каргополя. В старинном доме семьи Кононовых-Клочевых проводятся гастрономические мастер-классы, посиделки, семинары, практикумы, кукольные спектакли. Здесь хранится богатая коллекция текстиля XIX-XX веков, старинные платки, сарафаны и костюмы. Хотите окунуться в исторический северный колорит – приходите в Марусин дом. Его двери открыты для всех жителей Каргополя и многочисленных гостей. Запах сногсшибательный. Жалко вам не передать его через экраны, но вы обязательно дома его приготовьте. Так, смотрите, значит, печатные формы. Производители вообще-то говорят, что перед каждым использованием печатную форму нужно залить в край растительным маслом. Ну вот, я пробовала, у меня рисунок расползается. Я же не профессиональный повар, поэтому я делаю вот так. Припудрила, теперь мы туда его перенесем. Вот, смотрите, значит, мы его аккуратно сложили. Но его можно не очень тоненько, наверное, да, делать? Нет, его тоненько это не надо как раз, то есть это там миллиметров пять вот мы сделали. Все, прижали. Это важный момент. Так, вот смотрите, значит, теперь нам надо саламату плотно туда уложить. Плотно выкладываем? Плотно, да. Так, ложечкой, вилочкой лучше, чем... Можно ложечкой. Давайте почистим, возьмем. Давайте. И прям так вот ее туда плотно забиваем. У нас осталось тесто. То есть из того объема, что мы заготовили, у нас будет два разгоня. И остальное мы можем сделать как вот для детишек. Я специально привязала вам формы наши, харгопольские, фирменные. Это вот эти вот две, да? Да, да, полкан на берегине. Сейчас мы с вами сделаем. Символ матушки сырой земли и о том, что она молится о солнце. О солнце, вот эти руки кверху подняты, птички держат в руках. Она молится о том, чтобы пришло солнце. А это символ, с одной стороны, это символ солнца, ярила, да, о том, что это мужик так много работал, что сросся с конем. Да. Да, еще есть история о том, что это как бы богатырь, добрый, защитник. То есть мы трактуем на Каргополе, что вот это вот женская энергия и мужская энергия. Я думал, это какой-то лось, рога. Вот вроде и мужик. Сейчас все видно будет. Надо сказать, что это. Да, сейчас мы берем тесто. Сейчас у нас объявлен конкурс на рисунок полканов, чтобы он был такой более понятный детям. И они рисовали, например, как будто он, знаете, как эти, товарищи, как гон-геолог с бородой, с гитарой, с сигарой такой. Итак, мы, наши берегинь и полканы готовы. Хорошо, пряник тоже готов. Осталось только их приготовить в духовке. Итак, наш долгожданный пряник готов. Достаем. Так, что у нас там получилось? О, какой он запит. Заперся, как хорошо. Ага. Ой, и формочки тоже какие. Красота. Полканы и берегини. Ну, давайте приходничку разрезать его. Давайте. Так, с кого начнем, с медведей или с вороны? С медведя. Давайте, с медведя. Как, широко разрезаем? Ну, давайте, мишка, чтобы был целиком. Саламата – это такое, вы уже поняли, да, толокно, блюдо на любителя. Поэтому краснорыжки тоже. Ну, толокно, я думаю, очень вкусно. Оно так пахло. Ну, в нашей передаче время ограниченное, но мы попробуем наш пряник. А вот с чаем, который у вас знаменитый из Марусиного дома. Лаванда и ежевики. Лаванда и ежевика? Лафанта. Лафанта. Вот. Мы приедем и там обязательно его попробуем. Так что давайте испробуем. Давайте. Чтобы приготовить саламатный разгонный печатный пряник, нам потребуется сливочное масло – 100 грамм, сахарный песок – 100 грамм, сода – пол чайной ложки, мед – 5 столовых ложек, 2 яйца и мука – 550 грамм. Ну что ж, дорогие северяне, пряник получился, и признаюсь, очень вкусный. И Маруся, я очень благодарен вам за такой прекрасный рецепт, такого необычного пряника, саламатный, разгонный, печатный пряник, да? С красным рыжиком. С красным рыжиком, да. И мы вас домой не отпускаем с пустыми руками, а вот такие кружки фирменные наши дарим «Северная кухня». Вот это вам подарок. И обязательно передавайте привет главе Каргопольского муниципального урога Наталье Бубенщиковой. И вот такую кружку. Обязательно передам. И я, со своей стороны, тоже очень хочу поблагодарить Наталью Владимировну Бубенщикову за финансовую помощь и за поддержку нашего семейного проекта «Моросиндом». Замечательно. И обязательно еще в гости приезжайте. Ну а мы там когда-нибудь и к вам тоже. Везут нам на этнографический овен. Ой, обязательно. Очень интересно вот это все узнать. Ну а вы, дорогие телезрители, помните о том, что полезнее и здоровее наше русское родное. До скорых встреч и приятного аппетита! По веселому дунаю, спо веселому дунаю, с кем я гуляю. С кем я гуляю, с кем гуляю, замечаю с кем в perto.